Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о жилых и келейных постройках Кирилла Белозерского монастыря. Мы с вами находимся на территории Малого Ивановского монастыря. И именно здесь появились первые жилые сооружения. Возникли они при основании Кирилла Белозерского монастыря, его основателем Кириллом и сподвижником Кириллом Ферапонтом. На этом небольшом холме, который сейчас известен как Ивановский холм по названию церкви на предтече, которая была позднее построена на этом холме, на этом Ивановском холмике и выкопали свою пещеру, землянку, в которой поселились Кирилл и Ферапонт. Через год Ферапонт уходит за 20 километров и основа твой Ферапонтов монастырь на берегу Бородаевского озера, Кирилл же продолжает жить здесь. И рядом с землянкой строит небольшую часовню, которая практически полностью сохранилась до наших дней. Пещера со временем обрушилась, а место ее расположения было отмечено крестом и деревянной сенью. Келья после многократных перестроек и ремонтов в целом сохранила черты первоначальной постройки до настоящего времени. В начале XIX века над кельей и местом расположения пещеры были сооружены каменные сени для защиты от непогоды, которые вы сейчас можете видеть. Постепенно к Кириллу стало собираться братья. Приходили монахи из Московского Симонова монастыря. Миряне просили их постричь. Они хотели жить рядом с преподобным Кириллом. И, как гласит житие Кирилла Белозерского, в короткое время братья значительно умножилось. Необходимо было построить кельи для новопостриженных и новоприбывших монахов. Но строить их решено было с другой стороны от речки Цвияги. Дело все в том, что Ивановский холм очень крутой, и расположить все необходимые для монастыря постройки здесь было не очень удобно. Решено было строить с другой стороны от речки Цвияги. Таким образом было положено начало основной части Кирилла Белозерского монастыря к Большому Успенскому монастырю. Там же была построена и главная церковь. Успенский, ныне собор. Сначала это была деревянная церковь, позднее сменила большую по размеру деревянная церковь. Ну а сейчас на центральной площади мы можем видеть собор Успения Богородицы, возведенный уже в конце 15-го столетия. В одной из рукописных книг, принадлежавших Кириллу Белозерскому, сохранился рисунок или чертеж. По мнению исследователя Гелиана Михайловича Прохорова, это план Кирилловой обители, составленный ее основателем и являющийся самым ранним из известных русских планов, сохранившихся до наших дней. Он фиксирует расположение построек монастыря до строительства первой деревянной церкви Успения, место для которой отмечено в центре чертежа кругом. С трех сторон от круга квадратики, расположенные в виде буквы «Л». Ими отмечены монашеские кельи. Количество кельей-квадратиков, а их на чертеже 15, соответствует количеству насильников монастыря на тот момент. Больше, чем другие квадраты слева, вероятно, монастырская трапезная, которая по традиции должна располагаться напротив западного входа в храм. Именно перед западным входом в собор расположена и современная трапезная. Волнистой линии обозначен берег Северского озера. В ходе строительства каменных крепостных стен он был искусственно выровнен, поэтому линия выглядит менее ровной, чем современный берег. Двумя отдельными квадратиками, вероятно, отмечены казна и поварня, располагавшиеся на берегу озера. Первоначально кельи, как и другие постройки, были деревянными и были очень похожи на келью Кирилла. Представляли вид небольшой избы с одним помещением, в дверях прорубалось небольшое окошечко и также было небольшое оконце в одной из стен. Кельи располагались по периметру Большого Успенского монастыря. С течением времени их становилось больше, увеличивались братья, строились различные службы, строились и перестраивались храмы, но планировка монашеских кельей оставалась прежней. В XVII веке деревянные кельи стали заменять каменными. Сначала появился настоятельский корпус, затем братский и священческий корпуса. И я предлагаю подробнее познакомиться с одним из зданий, со зданием братского корпуса. В здании братского корпуса возводилось три этапа. Сейчас нам о нескольких этапах возведения этого здания напоминают разного типа наличники. Ранее других была возведена пищая келья, которая в настоящее время располагается примерно посередине братского корпуса. Она отличается большим, очень вычурной, интересной формы наличником, аналогов которому нет на других зданиях Кирилла Белозерского монастыря, но подобные наличники встречаются у окон одного из корпусов Вологодского архиерейского дома. По всей вероятности, первые кельи монастырские возводили вологодские мастера. Внутри это небольшая сводчатая палата с одним окном и коридором, проходом сбоку, ведущим в обширное засенье. Вверху над кельей и проходом была каменная палата без сводов с двумя окнами, обрамленными прямоугольной рамкой из цветных ангоп. На втором этапе в 1670-80-х годах возвели двухэтажные кельи между пищей кельей и святыми вратами. Окна напоминают бойницы, косые откосы, наклонный подоконник. Окна украшены наличниками. В первом этаже наличники в виде полуколонок, на которых лежит келевидная арка. Окна второго этажа также в виде полуколонок, на которых лежат карнизы с фигурным верхним обрамлением. Тип наличников первого этажа в монастыре больше не встречается, а вот верхние наличники характерны и для других построек XVII века в Кирилло-Белозерском монастыре. Например, это другие корпуса монашеских кельей и северный фасад казенной палаты. Внутреннее устройство западного крыла представляет собой две секции, каждая из которых имеет входные двери с двумя кельями по сторонам и небольшое дополнительное помещение возле святых врат. На третьем этапе, в начале XIX века, строительство продолжалось по другую сторону от пищей кельи, почти до поворота стены Успенского монастыря. Окна кельей нижнего этажа, возведенных на этом этапе, не имели обрамлений. Окна верхнего были украшены рамочными наличниками из многоцветных ангоб, схожих с ангобами палатки над пищей кельей, но отличающихся от них по расцветке. Как уже упоминалось ранее, второй этаж кельей возводился одновременно с первым и также поэтапно. Сначала был возведен второй этаж над пищей кельей, затем над западным крылом, затем над восточным. Но в отличие от кельей первого этажа, кельи второго этажа имеют окна и на северную, и на южную сторону. То есть посередине коридор и от коридора выходят кельи на две стороны, на южную и на северную. Для того, чтобы возвести кельи с окнами на северную сторону, между кельями первого этажа и крепостной стеной был сделан свод, над которым и расположились кельи. С северной стороны кельи были только летними, в них не было печей, а также закладных колод. Слюдяные оконницы закрывались задвижкой. На момент строительства кельей второго этажа крепостная стена стала наклоняться, поэтому во время строительства кельей второго этапа был приложен к крепостной стене комфорт, позднее покрытый деревянным накатом для защиты от непогоды. И введение крепостной стены в архитектуру братского корпуса – это одна из особенностей этого здания. Войти в кельи первого этажа можно было с улицы, как сейчас. Для входа на второй этаж, с западной части здания, с фасада устроили два нарядных кирпичных крыльца с лестницами по крыльцу в каждой секции. В восточной части также было два крыльца, но одно каменное, а второе деревянное. Во время реставрационных работ деревянное крыльцо реконструировали. Сейчас вы можете его видеть.